Привет, ребята! Всем доброй среды! Сегодня руководитель нашего аналитического департамента Артем Евдеев находится в отпуске, поэтому утренний брифинг проведу вместо него я. Меня зовут Владимир Бабаскин, и я расскажу вам о том, какие события нас ожидают сегодня, завтра, и, соответственно, как и на чем можно заработать. Ну, по традиции начнем с рубля, который в последнее время показывает все более и более положительную динамику. Где сейчас торгуется рубль? На какой отметке? Против евро или доллара? Да, против доллара. 54.16? 54.16, то есть он уже имеет все шансы закрепиться за отметкой в 55 рублей за один американский доллар, что, в общем-то, происходит на фоне укрепляющейся нефти. Вот, поэтому пока что мы просто наблюдаем за русским активом, наблюдаем за тем, как будут развиваться события с нефтяным активом, вот, и просто ждем тех целей, которые мы обозначали уже давно. То есть это неизбежно, просто есть ряд факторов, которые загнали рубль на те уровни, где он торгуется сейчас. Вот, также это можно рассматривать как более удачные точки для входа в длинную позицию по паре доллар-рубль. И пару слов хотел вам также сказать про актив, который в значительной степени скоррелирован с рублем, это индекс РТС. Он также сейчас находится на достаточно высоких уровнях, с которых его выгодно продать. Актив РТС в нашем терминале торгуется под названием РУС-50. Соответственно, если рубль показывает положительную динамику, что он и делает в последнее время, тогда индекс РТС укрепляется. И сейчас на какой отметке торгуется РТС? 955. 955. Когда последний раз подобная цена была зафиксирована индексом РТС? В ноябре. В ноябре. Ну, так вот, мы видим, что это, можно сказать, максимум за последние полгода. Опять же, какого-то фундамента здесь нету, то есть четких обоснований такой положительной динамики. Вот, если провести, там, элементарный технический анализ, то вы увидите, что на уровне 950 индекс РТС встретил достаточно мощное сопротивление. Вот, пройти которое, ну, нужен также крепкий фундамент, которого может у него не быть. Поэтому рассмотреть этот актив с точки зрения занятия короткой позиции, как только изменится динамика по рублю, мы увидим, как правило, мощное падение вниз. И учитывая то, что по этому инструменту один пункт равен десяти пунктам, вы можете очень неплохо на этом заработать. Ну, немного коснулись нефти, много вопросов в последнее время поступают по этому активу от наших клиентов. И хотел прокомментировать ту бычью динамику, которую мы наблюдаем в последнее время. Так вот, во-первых, на прошлой неделе в изменениях запасов нефти от Минэнерго США мы увидели то, что запасы сократились по сравнению с ожиданиями. Вот, то есть статистика вышла не очень хорошая, поэтому это вызвало очень мощную динамику. Это вызвало бычью динамику по нефтяному активу, после чего длительные переговоры по иранской ядерной программе не привели к каким-то конкретным результатам. Что стоит отметить, что решение окончательно с точными сроками будет принято до конца июня, и если оно будет положительное, что скорее всего произойдет, тогда Иран сможет возобновить поставки нефти в объеме 1 млн баррелей в день. Что, в общем-то, достаточно серьезный объем, учитывая то, что на данном этапе дисбаланс спроса и предложения, которые загнал нефть на те отметки, где она торгуется сейчас, составлял стран ОПЕК примерно всего 1 млн баррелей в день. То есть к началу последнего квартала нынешнего года мы можем увидеть значительное ослабление цен на нефтяной актив, но это будет в будущем, то есть долгосрочная перспектива. На что следует обратить внимание сейчас? Сегодня выходит статистика еженедельная по запасам сырой нефти в Соединенных Штатах Америки. Соответственно прогноз очень низкий, еще ниже, чем был на прошлой неделе, и мы имеем все основания полагать, что такой низкий прогноз уже дисконтирован в цену, и он в значительной степени обусловил вчерашний, к примеру, рост цен на нефтяной актив. Но учитывая то, как активно нефть реагирует на любой позитив в последнее время для этого актива, я бы вам рекомендовал быть внимательным сейчас и с долгосрочными перспективами по снижению стоимости в район 40 долларов определиться только после того, как выйдет статистика. Если статистика выйдет лучше прогнозов, это может стать спусковым крючком к тому, чтобы вернуться к медвежьим ожиданиям и вернуться к отметкам, на которым нефть торговалась в начале прошлой недели. Это порядка 55 долларов за баррель марки Brent. Если мы увидим, что запасы растут не так быстро, как они могли бы расти, и как они росли раньше, то это может вернуть нефтяной актив, на самом деле, к отметкам порядка 60-61 долларов за баррель, тем самым поддержав тот бычий импульс, который мы наблюдаем уже практически неделю. Поэтому по нефтяному активу следите за новостями, будьте внимательны к ним, потому что это будет очень важный момент и, возможно, во многом переломный. И его можно отыграть, опять же, через отложенный ордер sell-stop в случае выхода мощной положительной динамики. То есть, запасы будут большие, это будет дополнительным сигналом к тому, что запас нефти бьют в Штатах исторические минимумы, которых не было уже 80 лет. И тот момент, когда один из крупнейших потребителей будет снижать темпы потребления нефти, а еще более близок, что, естественно, приведет к еще большему дисбалансу предложений и спроса. Вот, то есть, тут все достаточно гармонично, и от тех прогнозов, которые мы анонсировали уже длительный промежуток времени, мы не отходим. В одном случае мы просто берем паузу и следим за развитием события, так как рынок дает нам более удачные точки для входа. А в другом случае, если статистика выходит против ожиданий, то мы можем неплохо заработать на падении, может быть, на 200-300 пунктов в моменте. Вот, ну и теперь перейдем к паре евро-доллар. Наверное, самое интересное то, что у нас сегодня есть на рынке. На какой отметке торгуете сейчас евро-доллар? Так, ну 1.08.66 и наблюдается вот такая восходящая динамика. Восходящая динамика. Ну да. Если обратить внимание на дневной или четырехчасовой график по евро-доллару, то в глаза бросается фигура двойная голова. При этом открытие этой недельной сессии, понедельник и вторник, полностью перекрыли пятничную свечу, что является классическим примером завесы из темных облаков. Так называемая фигура изменения тенденции. Так вот, это что касается технического анализа. И также мы видим мощный уровень поддержки, от которого уже несколько раз отбивался евро-доллар. Соответственно, сегодня у нас будут важные новости, итоговый протокол ФРС. Новости могут найти очень динамичное отображение на евро-долларе и всех валютных парах, которые сопряжены с долларом. Поэтому я предлагаю вам отыграть, возможно, положительную для доллара динамику через выставление отложенного ордера, sell stop, где-то на уровень 1.07, может быть, 60, то есть с запасом, чтобы, если уровень поддержки будет пробит, тогда вы сможете встать в короткую позицию. Поэтому будьте внимательны сегодня, очень волатильный день может быть на рынке. Сегодня выходит много важных новостей. Это, в первую очередь, итоговый протокол, про который я сейчас рассказывал, изменение запасов нефти в ФРС. И также хотел бы отметить, что анонсировали какое-то время назад идею по продаже австралийского доллара, так как ожидали, что в начале этой недели Банк Австралии может понизить процентную ставку. Этого не произошло, поэтому от идеи мы от этой не отходим, так как по-прежнему дорогой австралиец не выгоден экономике Австралии. Поэтому вероятность того, что на следующем заседании ставка будет понижена, значительно выше. Поэтому от этой недели мы ее прозволим, от этой идеи мы ее просто переносим до следующего заседания и внимательно следим за тем, как будет вести себя этот актив. Сегодня ночью также огласил процентную ставку Банка Японии, он оставил на прежних уровнях, что в значительной степени помогло укрепиться иене. Но, опять же, никаких фундаментальных оснований у этого нет, поэтому с каждым отчетом, который будет в дальнейшем, вероятность смягчения монетарной политики Банком Японии возрастает. Поэтому эту идею мы также оставляем в запасе в арсенале и будем внимательно следить за развитием событий. Ну что ж, на этом у меня все. Будьте внимательны, следите за рисками и удачной торговли. Спасибо.